Привет! В этом видеоуроке мы научимся с вами создавать объекты с помощью скриптов. Заходите также на сайт itproger.com, ссылка на данный видеоурок на сайте будет в описании к видео, там будет и код, и домашнее задание, и многое другое. Первым делом давайте с вами создадим некий массив из объектов, из которых мы будем выбирать объекты и в принципе их создавать просто в нашей сцене. Поэтому для начала я возьму и создам префабы, и потом их помещу в массив, который мы здесь опять-таки создадим. Как создаются префабы, думаю, вы знаете. Берем некий объект и перетаскиваем в папочку project. Вот у меня уже есть первый префаб, отсюда я его просто, так-так-так-так, только один объект просто удалю. Также создам еще 3D объект сферу, также ее помещу сюда, это наш второй, например, будет объект. И еще один пускай объект я создам, это будет опять-таки 3D объект, и это будет пускай цилиндр. Вот, соответственно, его тоже сюда помещаю, и все, 3 у нас есть префаба, соответственно, с этим окей. Теперь создадим public, gameObject, и я создаю, что это именно массив, массив из объектов. Соответственно, вот такие вот нужны мне скобки квадратные. И здесь я напишу objects, к примеру. Вот, соответственно, все, с этим окей. Теперь я могу при старте игры, к примеру, какой-либо объект просто создать. Создаются они действительно очень-очень просто. Для этого мне потребуется такая функция, как instantiate, и в эту функцию надо передать несколько параметров. Первый параметр – это тот объект, который мы будем создавать. К примеру, в моем случае давайте я напишу, что я создаю objects, и беру, вернее, объект из объекта, из массива objects, и здесь, например, по индексу 2, например. То есть последний объект у нас их 3, там, соответственно, второй по индексу – это последний объект, третий. Вот, потом мы сделаем, что они там случайно будут создаваться. Но пока вот таким образом. Дальше, то, где мы устанавливаем этот объект, я могу его установить в любой точке нашей игры. Это сделать очень просто, например, создать newVector3 и установить три координаты. Например, по x там 23, по y там еще что-то и так дальше. Я, к примеру, не хочу так делать, не хочу устанавливать какие-либо вот такие координаты для всех одинаковые. Я хочу, чтобы объект у нас появлялся с теми координатами, которые он имеет. То есть, например, в данном случае у нас все эти объекты имеют координаты 0, 0, 0. Position x, y, z по нулям. То есть, вот они все эти три объекта будут с нулями. Поэтому я могу что сделать? Я могу взять наш object, просто его, давайте так еще раз пропишу. Object, сейчас секундочка. Object по индексу 2, transform, position. Все. То есть, это вектор 3, который мы сюда указали. С этим опять-таки окей. Дальше я должен указать его вращение, то есть rotation. Здесь я могу указать, чтобы он был изначально по нулям всё. Поэтому для этого, чтобы указать нечто подобное, я должен использовать quaternion. Это специально, это как вектор 3, то есть когда у нас 3 координаты, здесь для rotation, для вращения используются не векторы, а quaternion. И в принципе, поэтому я использую quaternion и здесь, например, identity. Это означает, что вращение изначально будет всё по нулям установлено, по сути. То есть он будет идентичный. И даже не так, я неверно выразился. Он будет идентичным самому этому объекту, который мы создаём. То есть какая rotation у этого объекта, таким же он и создастся. Соответственно, это так можно сделать. Либо можно немножко по-другому сделать, точно так же, как с этим. То есть objects2.transform.rotation. И в принципе будет то же самое. Пускай у меня будет уже в таком ключе всё сделано, и в принципе можно это сохранить. И посмотреть, что из этого у нас получится. Соответственно, мне необходимо зайти в Directional Light, где у нас находится этот наш скрипт. Сейчас он здесь вот появился, вот objects. И открыть непосредственно сам этот objects. Здесь у нас действительно массив, в котором ничего ещё нет. Для того, чтобы сюда добавить, я во-первых закрепляю этот инспектор наш, выбираю три объекта, и могу их просто сюда перетащить вот на имя. Соответственно, у нас бац, и три объекта здесь появилось. Всё, с этим всё готово. В принципе, у нас есть три объекта в массиве, и теперь, когда я нажму старт, у нас создастся один объект. Причём создался именно последний объект, то есть сфера. Если бы я, например, написал, что я хочу создать второй объект, не последний, а второй, ну то есть посерединке вот этот наш кубик, вот, соответственно, создастся именно кубики. Причём, поскольку у нас, упс, я что-то, а, я не сохранил, извиняюсь, не сохранил документ, save, ещё раз, ещё раз, ещё раз включаем всё. Вот, у нас, поскольку у нас prefab имеет вот этот вот из прошлого урока компонент scale, то я могу дополнительно нажать на него, и он уменьшится, уменьшится действительно в размере, и так будет уменьшаться, пока не станет каким-то мизерным. То есть, в принципе, с этим, я думаю, всё понятно. Теперь, как создавать их рандомно, случайно? Делается это очень-очень просто. Например, я создам int, новую переменную, она будет называться rand, и она будет принимать такое значение, как random range, то есть мы берём рандомное число из диапазона от нуля до количества объектов. Для этого я использую objects, так, 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 objects.length. Вот, то есть от нуля до количества объектов. Всё это будет использовано. Единственное, что нам необходимо сделать, что количество объектов у нас здесь будет 3, например, а у нас идёт индекс от нуля до двух. То есть по индексу мы не можем третий взять элемент, поэтому я должен здесь поставить ещё минус 1. Теперь всё, что я сделаю, это я здесь впишу rand, и здесь я тоже непосредственно впишу rand. Всё, теперь у нас каждый раз будет создаваться случайный объект из трёх объектов, которые у нас есть в массиве. Соответственно, пробуем, и у нас создастся первым, например, объектом – это кубик. Ну, давайте я ещё раз попробую, создам, и цилиндр, например, создался, и так дальше. То есть это будет вот таким вот образом создаваться. Кроме того, всё это можно создавать ещё дополнительно в цикле. К примеру, циклы мы с вами не особо сильно затрагивали, поэтому, например, for int i равно 0, i меньше objects.lens, и i плюс-плюс. Соответственно, в цикле я просто создаю эти все объекты по индексу i. Таким образом, у нас три объекта будут созданы. Так, опять-таки сохраняем, включаем, и сейчас посмотрим. У нас три объекта в одной и той же точке создадутся. Вот, как мы видим, действительно, три объекта. Мы видим, что у нас появился цилиндр, у нас появился кубик, и у нас появилась сфера. То есть три объекта действительно создались благодаря циклу. Ну и последнее, что мы с вами рассмотрим, это, например, создание объекта и потом взаимодействие с ним. Для начала я просто удалю наш цикл. Ну, в принципе, просто будем создавать именно рандомно это всё, случайно. Вот. И так теперь взять этот объект и потом с ним работать. Это очень просто делается. Например, я вот здесь создам новую private переменную. Это будет GameObject. И это, например, InstObject будет она так называться. Вот. И теперь я могу InstObject присвоить instantiate вот этого нового нашего объекта. Единственное, что сейчас это всё не сработает. Нам необходимо указать, что за объект мы создаём. То есть, как мы его создаём. Как GameObject, как RigidBody или там как что угодно другое. Поэтому я здесь вставлю ключевое слово s и указываю, что это именно GameObject. То есть, это обычный объект с типом данных GameObject. Соответственно, в InstObject я это всё задал. И теперь я могу непосредственно через InstObject, через нашу эту переменную, например, указать, что transformLocalScale для него будет следующий вектор. Вектор 3, 0.25f и, в принципе, вот такие все значения поставлю для всех трёх координат. Вот. Соответственно, у нас опять-таки всё сработает верно. То есть, изначально у нас объект создастся. И у него все, как видите, LocalScale будет не единички, а 0.25. То есть, вот такой маленький он у нас создался. То есть, благодаря тому, что мы присвоили это всё к перемене. И потом с этой переменой мы можем работать как угодно. Вот. В принципе, такая вот тема с созданием объектов. Это очень важная тема, потому что Instantiate действительно помогает создавать объекты. И на основе этого вы можете создавать, по сути, игру. То есть, там, врагов создавать, создавать какие-то машинки, я не знаю, в гонках и тому подобное. Вот. На этом всё. Такой вот урок получился. Подписывайтесь, вступайте в группу ВКонтакте. Перейдите на сайт itproger.com. Все ссылки будут в описании к видео. До скорых встреч. Пока.